Софья, Артём и Михаил. Гэти имёны стали летой самыми популярными у столицы. Только у першамайским районе Минска о кожным язык назвали больше за 70 немовлят. Так само утопия Максим, Иван и Алиса. Сироды незавычайных и экзотичных имён Клаудии, Валенсия и Саламия. Выбирают меньшание и двойные имёны, например, Ян Карл, Ти Эсфир, Консуэлла. Причим часом батьки возначаются у самого опошней момент. Бывают такие случаи, когда уже в ЗАГСе есть такие моменты, когда папа ещё сомневается или просит советы у работника ЗАГСа. Как тоже был один такой случай, когда папа пришёл регистрировать девочку и спрашивал у нас по поводу... Вот они с мамой хотели назвать там либо Елизавета, либо Мария, либо Ева. И спрашивал у нас, какое же всё-таки имя популярнее, или как вот мы бы порекомендовали. Мы назвали ребёнка Георгий. Имя пришло само, интуитивно. Не спорили совершенно. Хотели подобрать ребёнку, чтобы имя звучало. Чтобы ему, ну, имя это всё-таки тоже какая-то энергия. Да раньше на выборы имя уплывают модные тенденции. Так популярные ранее Татьяна, Наталья и Владимир теперь на двород стали довольно редкими. Например, в Першамайском районе столицы летость только одного хлопчика назвали Василём. Продолжение следует...